Привет! Для сегодняшнего выпуска я подобрал лучшие связки процессора и видеокарты до 20 тысяч рублей в 2024 году. Погнали! На первое место топа я поставил процессор Intel Core i3-12100F и зеленую видюху GTX 1050 Ti. Не потому что это прям супер связка, а потому что надо же с чего-то начать. Синий процессор i3-12100F, выпущенный в 2022 году, представляет собой фактически программу минимум для бюджетной игровой сборки на сокете LGA1700. Этот четырехъядерный восьмипоточный камень на архитектуре Alder Lake S можно взять примерно за 7600 рублей. Встроенной графики нет, множитель заблокирован, но процессор неплохо гонится по шине. При базовой частоте 3,3 и 4,3 ГГц в турбо-режиме пациента удавалось раскочегарить до 5,5 с мелочью ГГц. Однако для достижения полной стабильности пришлось немного сбавить обороты. В конечном итоге пришлось остановиться на 5,33 ГГц при 130 МГц на шине. Впрочем, все это, конечно, увлекательно, но на бюджетных платах без внешнего генератора частоты недостижимо. А если брать более топовую материнку, то и процессор к ней напрашивается поприличней. Да, дилемма. Что еще насчет i3-12100F? Проц поддерживает DDR4-3200, DDR5-4800. Естественно, в игровой сборке память должна работать в двухканальном режиме. Паспортный TDP составляет скромные 58 Вт. В пару i3 ему досталась древняя зеленая видюха GTX 1050 Ti. Эту карточку на архитектуре Паскаль, выпущенную в 2016 году, можно взять примерно за 11600 рублей. GTX 1050 Ti представляет собой двухслотовую карту с интерфейсом PCI-Express 3.0 и X16, оснащенную графическим процессором GP107 и 4 ГБ видеопамяти GDDR5. Паспортное значение TDP референсной версии 75 Вт. Многие кастомные модификации идут с заводским разгоном, но даже на максимальных частотах и при экстремальных нагрузках перегрева не наблюдается. С игровой же производительностью дела обстоят довольно грустно. В современных AAA тайтлах с GTX 1050 Ti на ультрах в высоких разрешениях делать нечего. Да и в Full HD далеко не все безоблачно. Остается лишь снижать разрешение и качество графики до уровня плинтуса, либо ограничиваться старенькими игрушками и сетевыми проектами. Но в этом случае возникает резонный вопрос. А нужно ли вообще покупать дискретную видюху? Для Contra и Dota с головой хватит встройки наподобие Vega 7. Материнскую плату на 550 чипсете и Ryzen 5 5600G можно взять где-то за двадцатку. Да и со временем никто не помешает докупить более-менее приличную дискретную видюху, ну как вариант. А ссылки на всех участников рейтинга я, как всегда, оставлю в описании под видео. Можешь перейти по ним, чтобы уточнить сцены на комплектующие, их характеристики и наличие в магазинах. Ознакомиться с отзывами пользователей. На вторую позицию рейтинга я определил красную парочку AMD Ryzen 5 5600 с Radeon RX 580. Только что размышлял о Ryzen 5 5600G в качестве основы для бюджетной сборки со встройкой. И тут же, не отходя от кассы, дошла очередь до его братца без интегрированной графики. А в таком виде этот процессор обойдется тысячу на три дешевле. Его можно взять примерно за 9700. Архитектура Vermeer, сокет AM4, от которого AMD, к счастью, пока не торопится избавляться. То есть и приличную материнку можно взять за вменяемые деньги и потенциал для апгрейда имеется. TDP процессора по паспорту 65 ватт. Множитель разблокирован. Камень можно разгонять не только по шине. Базовая частота 3,5 ГГц. Максимальная 4,4. 6 ядер, 12 потоков. Для бюджетной игровой сборки самое то. Явно более подходящий вариант, чем i3 с первой связки. Видюха RX 580, составившая компанию Ryzen 5 5600, тоже довольно старенькая, как и зеленая 1050 Ti. Но она производительнее и у нее больше видеопамяти, 8 ГБ. Взять RX 580 можно где-то за десятку. И все бы прекрасно, но при покупке этой карточки очень велика вероятность нарваться на БУ. Со всеми вытекающими в виде пересохшей термопасты и запиленных вентиляторов, выработавших ресурс электронных компонентов и отваливающихся чипов. То есть надежность видюхи со старта под вопросом. Кстати, в начале 20-х 8-ми гиговые 580-е стоили под полтинник и очень активно использовались на майнинговых фермах. Стоит ли объяснять, насколько загнанные лошадки выходили с этих криптовалютных рудников? В целом же, повторюсь, карта неплохая для своего сегмента. 580-е начали выпускать в 2017 году с 4 и 8 гигабайтами видеопамяти. К настоящему моменту четверки фактически вымерли, но восьмерок пока что как гуталина на гуталиновой фабрике. TDP по паспорту 185 Вт. Производитель рекомендует блок питания от 500 Вт. Базовая частота референсной карты 1257 МГц. Но частоты кастомных версий могут существенно отличаться и в большую, и в меньшую стороны. По разгону карт тоже все очень неоднозначно. А что ты думаешь об этой связке? Поделись своими мыслями в комментариях. Подписывайся на канал и не забудь поставить лайк этому выпуску, если тебе нравится контент, который я делаю. И на последнее третье место сегодняшнего топа я определил связку красного процессора Ryzen 5 4500 с синей видюхой Intel Arc A380. Этот камень производительней i3 с первой позиции рейтинга, но слабее Рязани со второй. Процессор также шестиядерный, 12-поточный. Тоже выпущен в 22-м году под сокет АМ4. Множитель тоже разблокирован. Заводские частоты чуть ниже. Базовая 3.6, Turbo 4.1 ГГц. TDP 65 Вт. Вместо этого камня в сегодняшнюю подборку напрашивался Ryzen 5 5500. Однако ему не повезло, в бюджет до двадцатки тысяч не влез. Но это и к лучшему. Разница в игровой производительности между этими двумя опроцами явно не тянет на 2-3 килорубля. В пару процессору Ryzen 5 4500 досталась интеловская карточка A380. По производительности она уступает видюхе RX 580, но обходит GTX 1050 Ti. В магазинах A380 можно найти примерно за 12 200 рублей. А теперь небольшое лирическое отступление, касающееся всей линейки Arc. Дело в том, что с выпуском этой серии компания Intel вылезла на поляну дискретных видеокарт, которую много лет окучивали исключительно AMD и Nvidia. И команде синих пришлось спотыкаться на тех моментах, на которых красные и зеленые 100 собак съели. Проявлялось это и в сырых драйверах, и в проблемах со сторонним программным обеспечением, и с поддержкой со стороны разработчиков игр. Ситуация постепенно улучшается, но у владельца A380 и других интеловских карточек все еще остаются шансы нарваться на тормоза, артефакты и прочие глюки в самых неожиданных местах. И немного о самой карте. Частоты базовая и турбо 2000 и 2050 МГц соответственно. На борту 6 гигабайт видеопамяти GDDR6. Карта двухслотовая нуждается в дополнительном питании, теплопакет умеренный, трассировка лучей поддерживается, но смысла в ней никакого нет. Кстати, не забудь заглянуть ко мне в Телеграм, там я каждый день публикуя актуальные обзоры и топы на компьютерную тематику. А еще в нем есть свежие уникальные промо-коды для выгодных покупок. Переходи по ссылке в описании и не забудь подписаться. Ну что, самое время переходить к игровым тестам. Все три связки проверялись в разрешении Full HD на ультрах, без FSR, DLSS и трассировке лучей. Как ты наверняка заметил, в тестах не участвовали ресурсоемкие ААА тайтлы наподобие Cyberpunk 2077 или Alan Wake 2. То есть все три связки даже в Full HD не обойдутся без компромиссов. Вот и все с рейтингом лучших связок процессоров и видеокарт до 20 тысяч. Пора закругляться. Ссылки на все железо и мой канал в Телеграм будут в описании, там же тебя ждут актуальные скидочные промо-коды для выгодных покупок. Буду рад, если ты оценишь мои старания лайком и подпиской на канал. Пиши в комментариях, чтобы ты поменял в этом рейтинге. Ну а мне пора с тобой прощаться, пока и до встречи в следующих выпусках.